Так, далее продолжаем. Говорила про Наполеона, то что народ-то бесило то, что он, значит, такой чистоплотный был, он постоянно залегал в ваннах, принимал там в ваннах. Ну, кстати, в английском доме там тоже описано, что, как сейчас считается, спальня это интимным местом человека, больно-то и никому не показывает. А раньше спальня, наоборот, было это типа там и ели, и спали, и развлекались, и, значит, и принимали. Это было, наоборот, не интимное место. Интимное место было, это молельня. Раньше там вот про королей там тоже показывала, да, например, королевы должны были рожать при огромном количестве народу, там 50 человек сидел и смотрел, как она рожала. Это делалось для того, чтобы, как бы, не подменили наследника. Вот. Потом уже в прошлом веке отменил король английский эту традицию, типа, сказала, что это варварство, типа, зачем нет. Вот. И поэтому, ну, тоже вот я уже рассказывала, Елизавета Водорезова, почитайте, там, про санитарии гигиен, аристократических дворов, дворянских семей. Боже, ты мой, такой, какой кошмар, какой кошмар. Я не знаю, там они вообще мылись. Поэтому всем было удивительно, что там Наполеон там постоянно в воде плещется, в ванне. Там, может, у него перевозная ванна была. Но он постоянно в этой ванне залегал и мылся. Он был очень чистоплотный человек. Вот. Ну, для нас же там вообще... Ой, там такие ужасы написаны. Ужасы, кошмары просто какие. Какие нормы были. Я тут посмотрела петербургские тайны, ну, это петербургские трущобы. По книге на фильме снят сериал. Очень интересный. Ну, как сказать. Мне единственное понравилось, как сыграл этот граф, артист графа. Ну, естественно, Гундарева отлично сыграла, ее муж, вот этого ростовщика. Остальные, ну, как. Ну, Шукшина неплохо сыграла. Вот. Ну, есть там нарекания, как актерам, актрисам. Но неплохо-неплохо. Но они переначали сюжеты. Петербургские трущобы там же совсем по-другому кончились. Нет вообще положительных героев. Значит, все умерли в один день, как говорится. А петербургские тайны, наверное, все переделаны. На ютубе 60 серий есть. Смотрите. Очень интересно. Поэтому там как бы такой романтизм, романтизм. Но никакого романтизма там не было. В санитарии гигиены вообще не было. Даже если считать это дворянские рода, да, так жили, боже, это мой, то что говорит про простых людей. Поэтому вот кёльнская вода. Орушал он себя очень хорошо, Наполеон. Вот к этому я веду. И это же Наполеон, кстати, была каждый год эпидемия в Венеции. Потому что вода поднималась, кладбища затапливались. Естественно, значит, разносились эти миазные микроорганизмы и холеры, и все, что там, эти болезни. И город постоянно подыхал, помирал. Даже, вы помните, по Висконте снял фильм. Там про этого профессора, который приехал в Венецию, и там все про этот, говорилось про эпидемию. Ну, еще Наполеон приехал, сказал, типа, кладбище вывезти из Венеции, нечего тут помырать. Типа, мертвых хранить не надо здесь, надо хранить здесь. Ну, и тем, чем мы еще пользуемся. Те, что улица право-лево, четные и нечетные здания, и вот так быстро теперь находятся дома. Почта хорошо работает. А раньше как? Ну, помните, вот эти старинные здания, смотрите, там такие крендельки, визинки, вензельки. Так это было для того, чтобы определить, куда идти. Ну, имеется в виду, например, крендель какой-то висит, там написано там, пекарь такой-то. Так вот, говорили, вот ты идешь, такого-то пекаря, вот там то-то, то-то, а вот рядом слева-справа, значит, вот этот дом. В принципе, даже в петербургских тайнах там тоже рассказывается, как они там находили. Вот такая-то улица, вот там такой-то дом, а слева будет вот этот дом. Вот. А ведь умный Наполеон сказал, делаем так, и все. И все это подхватили. Вот такой прогресс. Такие вот, кстати, гениальные идеи, они очень простые. Хайден Линга Вайс. Тут, значит, у нас эти, видимо, ну, звезды. Она не вспоминает в молодости, какие были, а, смотрите. Ну, в принципе, сейчас красотка. О, с гусем. Что она делает с гусем? Она не вспоминает свой дом. Говорит, запах ванили наполнял наш дом. А он, кстати, в Аргентине жил в то время. Но если он в Аргентине жил, значит, у него родители проблемы имели какие-то, сбежали. Ну, видимо, работали на каких-то постах у Гитлера. Ну, не Гитлера, но, в общем, они сбежали от греха подальше. Но сейчас такие сведения есть, что, типа, Гитлер умер в Аргентине, и я считаю, что да, что он не умер. Что он не умер, и что он хорошо дожил до своих сидин в Аргентине, сидя. Ну, тому было очень много сведений. И потом вы думаете, что человек, который создал Германию и создал такую систему, он что, так дастся просто себя убить? Ну, потом, типа, челюсть, челюсть Гитлера лежит в этом, в Москве. Ну, типа, такие сведения. Но там было сказано то, что, значит, если взять данные, например, стоматолога, который лечил Гитлера, и эту челюсть, там не будет совпадений. Ну, вот оно вам. Ну, и, как бы, я давно это вам рассказывала, что министр внутренних дел, он, значит, он же жил в Америке. Потом, ну, очень много специалистов американцы прибрали к себе к рукам. И почему вы думаете, американская фармацевтическая промышленность очень поднялась вверх? Потому что они все эти дневники, которые, значит, велись врачами в этих концлагерах, они все там. Но насчет этого делалось очень много лекарств. Это ни для кого не секрет, я ничего вам такого, тайны никаких не рассказываю. И, в общем, очень много специалистов было увезено как в Россию, то есть в СССР, так и в это, в Америку. И такие люди, как, например, министр внутренних дел, он же не отвечал, например, никого не убивал. Ну, внутри, но он полицейским был. И поэтому никаких претензий к нему не было. В принципе, и вот он про них говорил, это типа, о, американцы такие тупые, боже мой. Какие они тупые, какие тупые люди управляют этой страной. Вот. И он все смеялся такой над этой системой. Но их убрали именно для того, чтобы он эту систему американскую наладил, дал секреты какие-то, как, то, все. И поэтому, я не удивляю. И вот он рассказывал, что, дескать, мы подготовили полностью операцию, как он переедет, и у него был готов этот, тот, кто умер, это и был двойник. Кстати, кузена этого Гитлера, то ли троюрный брал, то ли двоюрный. Был, значит, у него родственник, который приходил, он смотрел, как Гитлер себя ведет. Ну, говорит, они друг с другом не встречались. Он наблюдал, и он говорит, ты, говорит, ты это должен подражать. В итоге, значит, вот он, типа, был представлен, как труп, типа, Гитлера. А Гитлер с Евой сели в самолет и улетели. И он это все готовил операцию. Вот, в этой книжке и написано, видео, которое есть на ютубе, там, значит, совершенно секретно, журналист берет интервью у того мужчины, который написал эту книгу, который брал интервью у Гиммлер, по-моему. Надеюсь, ой, не знаю, я в этих именах не разбираюсь. А потом еще интересно такое свидетельство вам скажу. Вот, например, Гитлер, он же был ультралевак, а сейчас леваки правят Европой. Вот так вот вам. И рвутся к власти тоже в Америке. Ну, ни для кого не секрет, что тоже Муссолини был ультралевак, которым, кстати, Черчилль восхищался. Вообще, Муссолини восхищались многие. И потом Черчилль посылал своих, значит, агентов, чтобы они выкрались письма, где он признавался в такой, в почтении и в любви Муссолини. Типа, какой молодец. Так что, вот так вот. Все было по-другому в то время. Историю изучайте. И не слушайте, что Масмидис сейчас вообще очень хорошо контролирует мозги людей. Но, как говорится, человек, который интеллектуал, он более подвержен манипуляциям, чем, знаете, такой простой работяга. Ему мозги-то не засрешь. Ну, в принципе, да, мы встречались недавно с нашими друзьями, а он такой слесарь. Так он, я этот Меркель ненавижу, говорит. Да кому-то не засрать мозги. Потому что, знаете, он работает на двух работах. Пашет, пашет, как папа Карло, а то, значит, когда налоги-то уходят на каких-то дикарей. Кому это понравится? Вот. Так что, вот. Закончили мы. журнал, просмотр журнала. Такой вот интересный. Рассказала вам кое-какие сведения. Так что, что хочу сказать? Не поддавайтесь истерии массовой. Значит, изучайте, читайте, смотрите. Вот знаете, вот такие фотографии вам больше скажут, чем там какая-то тетя на телевидении. Я хочу сказать. Вот рассматривай и эти фотографии вы можете много чего почерпнуть, знаете, вот много, чем вам там расскажут, да, и покажут, и скажут, ох, но социалисты, знаете, они же любят приврать, наврать, «Собачье сердце» почитать, пересмотрите. Я, кстати, мне больше нравится итальянское «Собачье сердце», потому что итальянское «Собачье сердце» его просто полностью скопировали с нашей, наш режиссер, он даже вплоть даже до актеров идентичных нашел. Просто я хочу сказать, в то время люди думали, например, Пахматова, она тоже полно мелодии, стырила, значит, то ли американцев, то ли европейцев, но потому что в то время люди не думали, что будет развитие интернета, и все это можно найти, прочитать, понимаете, вот. И поэтому, когда сейчас, например, я вообще не представляю, почему пропаганда так вот, но, в общем-то, я понимаю, потому что советские пенсионеры, они смотрят телевизор, а молодежь, на которой в интернете, она более неподвижна массовой пропаганде, хотя тоже в интернете-то тоже идет такая война, но говорят, что специалисты говорят, что, война не будет третьей мировой в таком фазе, как вторая мировая или первая, она будет информационной, типа, как говорил Достоевский, война будет за ваши души, вот. Поэтому, говорю, вот такие фотографии лучше порассматривать и смотреть, много можно почерпнуть. Ну, всему приходит конец, гражданку, комсомолку Меркель тоже скинут, с ее поста, всему придет конец, вон, и Мугаба тоже подохнет когда-нибудь. Ну, вот, смотрю, я Шульман, кстати, очень интеллектуальная женщина, посмотрите, она, кстати, много интересных вещей говорит про будущее. И там было сказано то, что такие страны, которых нету великого будущего, они более будут достигать больших ступеней прогресса, чем, например, страны, которые, значит, такие старые, как Германия, там, Франция, Россия, да, именно новые страны, которых нету как говорится, такой великой основы за прошлом, то они будут великими в будущем, ну, типа, как и Сингапур, поэтому я так думаю, что многое даже, впрочем, из-за африканскими странами, ну, естественно, я говорю, вообще, самое должно быть первой целью в мире, это не климат, потому что такая херня, этот климат, знаете, это просто развод на деньги, я вам как изучающий, климатологию, метеорологию, я вам сразу скажу, это такой развод, лучше бы, знаете, люди занялись, поставили цель победить неграмотность, и вот сюда бы деньги бросили, тогда бы, если бы была всеобщая грамотность, то тогда не было бы вот такого срача, который в Индии, который в Африке, да, вот эти завалы, грязища, образованный человек, он совсем другой, понимаете, а климат, клима, там ось земли чуть-чуть поменялась, извините меня, вот и климат поменялся, я тоже разговаривала, как бы я говорила, все это климат, это ерунда, потому что когда-то было, знаете, прям такой рай на земле, и динозаврики бегали, и вообще вот то и да, все было, но извините меня, бац, хлоп, поп, динозавры подохли, климат изменился, тогда говорю, вообще люди не влияли на это, потом говорю, в 18 веке так дымили, так дымили, и в 19, извините меня, каждый дом труба, и грязище было немерено, он такой, ну да, да, ты права, я говорю, конечно права, говорит, такой бред несет масс-медиа, знаете, развод людей на деньги, какие миллиарды они хотят вытянуть из стран опять, и куда это все канализацию идет, вместо того, чтобы людей образовывать, и, как говорится, из приматого делать человека, вот, поэтому я говорю, коммунистам единственная, ну как говорится, революция, единственное, что удалось, это победить безграмотность и провести электрическое каждый дом, практически каждую деревню провели, вот, за счет этого страна вырвалась вперед, что люди стали читать, как говорится, и среди людей, вот, которые уже дорвались до грамотности, потом выходили таланты, кое-какие, как-то они пробивались уже, ладно, вот, поэтому я говорю, показывала вам такой журнал, сведения вам всякие рассказала, занимайтесь тоже самообразованием, для этого прекрасное время, все можно прочитать, все можно найти, ой, боже мой, вы что, раньше в библиотеку приходили, не каждую книжку вам еще давали, на нее была очередь, вы можете представить себе об этом, себе это, что были очереди на книги, детские, я имею ввиду, ну и на взрослые тоже были, у меня мама просто была, директор научно-технической библиотеки, там были тоже очереди, один прочитал, другой потом, там, знаете, там на недельку давали, там, в общем, а сейчас информация открыта, пожалуйста, читайте, изучайте, но нет, люди, будут у нас, человек, как говорится, у нас примат ленивый, он все ждет, что там в руки и в голову внесут, так что будем людей благоразумными, будем изучать, смотреть, покупайте, кстати, очень даже старые книжки, вот я покупаю, и интересные сведения выходят на поверхность, всем пока!